телеканал крт представляет что касается чья рука на чью руку так сказать одета тихановская но мы же помним кто у нас майдан организовывал то печенье у нас носил у них печенье не носят хотя я думаю что там серьезно все равно финансовая какая-то подпитка в кэше скорее всего через границу натащили как раз вот из тех самых мест мы помним и почерк похож но по почерку очень узнаваем заготовки вот такие вот какие-то наработки они используются постоянно причем они знаете используются но хаотично пытаются сравнивать то что происходит в украине время в беларуси с майданом 2014 года это неправильно потому что белоруссия как бы находилась в капсуле по сути временной капсуле вот она была ограждена от этого всего тлетворного влияния на протяжении последних 26 лет соответственно нужно сравнивать с тем что происходило в украине даже на протяжении 26 лет потому что но берусь начали разъедать раз так же как и украину тогда вот в начале 90-х но лукашенко смог этот дети деструктивные процессы остановить потом повернуть их вспять по сути они начинают вот с 90 91 года разложения украины вот тогда происходило незалежность москалин москалин изгибы наше сало в то же время обещание что русскоязычных мы не тронем что у нас будет все хорошо и развитие в том числе русского языка будет гарантировать нужно сравнивать со всем вот этим вот длительным 30-летним процессом в украине и вот они в процессе этих событий они один ходу какую-то заготовочку берут из 14 года одну какую-то заготовочку берут из 4 одну какую-то из 90 там из 91 ну а кроме того но и были же и другие спецоперации подобного рода были операции в том же египте в ливии до в сербии в армении и они что-то оттуда что-то оттуда что-то в зависимости от специфики но в зависимости от реакции потому что они изначально попытались применить силовой режим то есть они начали с конца февраля 14-го то есть приложили к ситуации в беларуси и конец февраля 14-го года кадры ей почему они не понимают вот мне интересно неужели та прививка которая была я сам понять это у нас там году раз я сам понять не могу и мы опять же перечисляли огромное количество примеров других государств которые вот пришли через это и мы видим что это весьма негативно сказалось на экономическом состоянии этих государств да главное кстати не экономика главное состояние этих людей в этих в этих государствах это резкая деградация причем по всем направлениям и экономическое состояние положение было состояние людей и интеллектуальное развитие тоже откат назад происходит не знаю это вот какая-то вот магия этого этой технологии то есть все вокруг видят но вот те кто заражен они считают что все вокруг в России его не понимают вот кастрюлю одели огородились этой кастрюлей от всего окружающего мира и и в украине даже вот можем очень мало людей назвать которые смогли кастрюлю эту но я говорю сейчас не о предмете кастрюли а вот вот это вот состояние алгоритм и тело ему ну по сути вот этот вот стереотип мышления вот они смогли его отбросить подняться над ситуацией и увидеть что например следствием майдана ведь следствием майдана стала потеря крым ну не будь этого майдана государственного переворота в конечном итоге крым бы оставался в украине ну бой сложились обстоятельства так как сложил майдан не было бы войны на донбассе не было падения экономики может быть там где-то что-то мировой кризис сказался бы на украине но так чтобы переполовинили экономику как в четырнадцатом году в украине произошло но этого бы точно не было вот очень мало людей могут до 6 лет прошло но вы говорите в беларуси они же этого не пережили еще на своем опыте они же считают да не но там украинцы они 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 недалекие они дебилы эти украинцы они не понимают мы же не такие мы точно даже в украине же говорить да когда говорили там сербы криком кричали не повторяйте наши ошибки не прыгайте на наши грабли но прыгнули мы же потому что все бы дураки все бы добил они же вообще не понимаю а вот мы украинку точно так сейчас было в беларуси